На месторождении имени Ломоносова нашли алмаз весом в 30 карат. Он был поднят с глубины в 150 метров. Благодаря ценной находке, количество добытых на месторождении ископаемых исчисляется 10 миллионами карат. В посёлке Вычегодский Котловского района запущена в работу новая теплотрасса. Её протяжённость всего 400 метров, но она крайне важна для жилого фонда. Данную тепловую сеть мы сейчас протянули в воздушном исполнении. Мы её, можно сказать, вытащили из грунтовых вод, так как старая теплосеть, она постоянно находилась в воде и постоянно коррозировала. Мы её утеплим, потери будут минимальные. И я думаю, что теплоснабжение посёлка, то есть части посёлка, которую отапливают котельную номер 2, улучшится в разы. Теплосеть должна была появиться ещё до отопительного сезона, но много времени ушло на согласование работ с железнодорожниками, по чьей территории прошла теплотрасса. В Каргополе разливались хрустальные звоны. Показать свои умения приехали звонарных дел мастера со всей России. Звонарей знают поимённо, про них слагают песни, их творчество отражают в рисунках. Стоит заметить, что жители Каргополя до сих пор в полдень сверяют часы по колокольному звону и верят в его целебную силу. В Новодвинске в этом году с трудом удалось прорубить Крещенскую и Ордань на озере Смердие. Уже более 10 лет её готовит группа добровольцев. На работе они берут выходной и, вооружившись инструментом, выпиливают лёд. В этом году лёд не бывает толщины. В этом году толщина льда около 60 сантиметров, поэтому мы пропилить его ни одной бензопилой, конечно, не могли. Нашли вот эту специальную пилу для пиления льда. И она нам, конечно, очень понравилась и выручила нас. В Вельске прошёл очередной этап зимних ледовых гонок на автомобилях. На кону Кубок Городов России. Такого в истории соревнований ещё не было. За право стать лучшими боролись гонщики со всего Северо-Запада. А зрителей собралось около 5000 человек, что для Вельска это каждый пятый. Призовой фонд тоже рекордный – 500 тысяч рублей. Трасса пока лучше, что я видел. Организация соревнований. Тоже? Супер. Других слов просто даже нет. Призы в этот раз выиграли матёрые гонщики Сергей Шерстобитов из Сыктывкара и волокжанин Даниил Ковалёв. Сегодня, 22 января, на трассе «Экстрим-Вельск» стартует второй этап Северо-Западного округа по ледовым гонкам на автомобилях. В Северодвинске разыскивают новоселов. Жильё бесплатное, социальное. Ключи готовы выдать хоть завтра. Напомню, в декабре в городе по программе переселения из ветхого и аварийного жилья сданы три социальных дома. В них должны въехать 265 семей. Однако пока договоры социального найма получили только 30. Прийти должен не только ведь наниматель. Должны прийти все совершеннолетние члены семьи. Поэтому, чтобы их собрать, значит, какое-то время нужно. Кто-то же не живёт в Северодвинске, да, кто-то живёт там или за пределами города. Соответственно, здесь оформление доверенности должно быть на получение договора с устнанием. Заселить все три дома нужно до конца января. Иначе счастливчиков будет искать полиция. Были случаи, когда новоселов не находили и через суд аннулировали право пользования. 16 автомобилей из 40 человек. Всё это экспедиция «Северная деревень», участники которой посетили Коножский район. Они побывали в деревне Папинское, где местной достопримечательностью являются подвесные мосты. Конструкция шаткая, но надёжная. Для приезжих своеобразный деревенский аттракцион. Далее в уже знаменитую на весь мир деревню Норинская. Именно здесь написал 80 стихотворений Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Музей «Железной дороги» участники экспедиции посетили уже в самой Коноше. Все экспонаты, отслужившие свой срок оборудования. Начиная от рельса узкоколейки, заканчивая фонарём путевого обходчика. И главное, всё можно потрогать.